Ола, амигос, на связи Матвей. Как вы знаете, уже наступила школьная пора, и, наверное, у многих из вас уже в самом начале учебного года начались эти контрольные, водные тесты, ну и так далее. В общем, и по этому поводу я решил записать тематическое видео, но только в Фортнайт. От кого скрывать не буду, идея не моя, такое подобное видео записывал Fvift, но только в Майнкрафте, а я это сделаю в Фортнайте. Я собрал своих подписчиков и отправил их в свою школу, которую я построил в творческом режиме. Будут задавать им вопросы, на правильные вопросы они будут проходить дальше, на неправильные будут выбывать из школы. Ну, в общем, два буду им ставить. Сегодня, так сказать, я в роли учителя в Фортнайте. Перед тем, как мы начнем, предлагаю вам подписаться на мой канал, только здесь вы найдете лучший контент по Фортнайт мобайлу, и не только. Если вы уже подписались, то ни в коем случае не стоит забывать, что наилучшая поддержка меня это мой тег автора Motivcar в вашем ежедневном магазине Фортнайт. Смело водите и покупайте исключительно с ним. Также делайте скрины ваших покупок с моим тегом и отправляйте их в альбомы и группы ВКонтакте, и вы попадете в видос, как следующие ребята в конце видео. Если вы уже подписались и ввели мой тег автора Motivcar, можно начать. В общем, сегодня вот столько людей с нами собралось. Я сегодня буду играть на контроллере, но это не важно, на скилл нам сегодня не понравится. Ну что, ребят, расскажите, как там у вас школа? Нормально, да, всё? Уже соскучились? Тесты, наверное, у вас, да? Чтобы вот я вам предложил размяться перед школой, вот. Так что сегодня мы пройдем школу Фортнайта. Сегодня мы с вами пройдем в такую небольшую школу Фортнайта, чипа специально для вас подготовил, для этого видео. Начинаем игру, в общем. Так, в общем, всё, мы все заспавнили. Выходим на улицу. Соберитесь пока здесь, я отойду пока за пару вещами. Садитесь все по машинам, сейчас мы с вами поедем в школу. Всё, короче, едьте за мной. Специально тупо школа Motivcar. Вот двор нашей школы, высаживайтесь. Вот наша школа, заходите. Тут аккуратнее, здесь охранник, он стреляет по вам. Только, пожалуйста, отойдите от него, он зол сегодня. Он стреляет реально, то есть охранник очень жёсткий в нашей школе. Вот, тут у нас столовая, конечно, можете посмотреть, там, конечно, ничего нету, но... Просто во время перемены мы пойдем вот тут в буфет, ну, можно покушать. А, там ремонт, я знаю, да, понимаете, школу как бы не успели закончить. В общем, первый урок это Фортнайта-ведение. В общем, заходите в этот класс. Я вам буду задавать вопросы. Вы видите, сзади вас две комнаты. Одна комната один, одна комната два. Я вам буду задавать вопросы и давать два варианта ответа. Вы будете заходить в данные комнаты, соответственно, по вашему варианту ответа. И, соответственно, если ответ будет правильный, то вы молодцы, пять получили. Если неправильный, то я вас убиваю, и вы становитесь, в общем, короче... Всё, я вас убиваю просто. Можете уже сюда заходить, вы просто потом перебегайте, вот, как вам будет удобно. Первый вопрос, я думаю, легкий, с ними все справятся. Во-первых, когда Fortnite была анонсирована как игра? Ответ номер один, 2017-й, ответ номер два, 2012-й. Все, я отворачиваюсь, 15 секунд вам на размышления. 15 секунд прошло, я оборачиваюсь, и ответ, действительно, молодцы. Fortnite как игра была анонсирована в 2012-м году. Второй вопрос, когда игра Fortnite вышла именно в полном издании, то есть не в раннем доступе, в полном издании? Первый ответ, это 2017-й, второй, 2020-й. Все, короче, давайте, 15 секунд на размышление. Все, ты не подсказывай! Ты чего, подсказывать, споры запрещены. Размышление вышло, и я смотрю... Так, конечно, блин, ребят, мне так жалко, Fortnite вышел в 2020-м году официально. Да, можете посмотреть, вышло в 2020-м году, именно в фулл-верси, это было ранее. Но, смотрите, ребят, так как вас слишком много, я выберу всего лишь пару рандомных человек, которые, к сожалению, выйдут из класса. Короче, мне жаль. Вы, ребят, к сожалению, бойчик и максим бол. Ну, зато будете знать, можете посмотреть, конечно, я вас просто визитеры сейчас сделаю. Все, кто еще в игре, заходите обратно, сейчас будет третий вопрос, третий вопрос. Слушайте внимательно. Какая коллаборация в Fortnite была первой? Первый вариант ответа, это Мстители. Второй вариант, это Ральф. Ну, это Ральф и интернет, в общем. Давайте, у вас есть 15 секунд на размышление для ответа. Что тут, кто тут? Первый вариант ответа, это что там, Мстители были? Второй вариант ответа, Ральф? Ты уверен? Рексик, мне тебе жаль, но ты, к сожалению, ответил неправильно. Можешь встать за мной. Так, теперь, слушайте, четвертый вопрос, четвертый вопрос. Какая первая редкость, ну, точнее, качество предметов в игровом магазине была, кроме, ну, нашей привычной, необычной, редкой, эпически легендарной? Первый ответ, это Марвел. Второй ответ, это Звездные легенды. Давайте. Я, 15 секунд на размышление. Все, я думаю, вы распределились. И первый Марвел. Сорян, инкогнито, это чел с Звездным жезлом. Ты ответил неправильно, ты ответил неправильно. Первая, первая, это была Марвел. Марвел в 2019 году, первая, помимо новой редкости, была Марвел. Слушайте вопрос, назовите локацию, на которой нельзя было строиться. Так, первый, первый вариант, это Готэм-сити. Второй вариант, это Селение Старателей. Все, у вас есть 15 секунд размышления. Так, и все, да, вы молодцы, вы уже играли за с первой главе, так что сегодня вы молодцы. Так, ну у нас перемена. Можете отдохнуть, тут у нас туалет. Есть следующий урок. Следующий урок, конечно же, будет не таким. Перемена закончилась, всем я прошу всех пройти, дайте, во-первых, мне пройти, все проходим в кабинет истории. Тут будет то же самое, то есть вопрос-ответ, я думаю, для вас понять. Первый вопрос будет довольно-таки легким, в общем, я думаю, вы все на него знаете ответ. Недавно была годовщина, 75-летняя Великой Отечественной войне. Назовите, пожалуйста, правильный вариант ответа, сколько эта война Великой Отечественной длилась. Первый вариант, это 5 лет. Второй вариант, 4 года. Для 15 секунд размышления. Так, и все, молодцы, ребят, 4 года. Вы, в принципе, ответили правильно, молодцы, все знают историю. Второй вопрос. Сколько республик входило в Советский Союз? Первый вариант ответа, 15, второй вариант ответа, 11. Все, 15 секунд пошло, давайте быстро разбегайтесь. Так, все, и... Вы сказали, да, блин, пипец, ну вы все просто умные, вижу, шарите за Советский Союз, молодцы, ребята. Это самый познавательный видос на Ютубе. Третий вопрос. Сколько лет длилась Столетняя война? Первый ответ. 103 года. Второй ответ. 116 лет. Время пошло. Еще 5 секунд. Раз, два, три, четыре, пять. Да, Кипитейн. Ты ответил правильно. Вы все ответили неправильно, но я выберу только одного, кто выйдет из игры. И это будет нот. Вот этот, короче, мне просто, вот этот скин. Меня постоянно в арене убивает лучшая, так что ты сегодня, к сожалению, тебе не повезло. Броу. Третий вопрос. Как называлась подвижная часть шлема у рыцарей? Первый вариант ответа. Щиток. Второй вариант ответа. Забрало. Так, давайте. Еще 5 секунд. Давайте. Раз, два, три, четыре, пять. Что, что, кто, кто? Ну-ка, ну-ка, кто тут, кто тут щиток ответил? А вы неправильно ответите. Забрало. Было правильное ответ. Капитейн, ты сегодня, к сожалению, выходишь из игры. Блин, третий игрока, сейчас я завалю, чтобы остался один игрок и будет просто имбаб, потому что финал вас удивит. Теперь будет такой вопрос. В каком году развалился Советский Союз? Первый вариант ответа. Тысячный год. Второй вариант ответа. 1991. Время пошло. И, в общем, я оборачиваюсь. Вы врофлите? Немо был прав. Ладно, в общем, сегодня у нас остается тогда в классе Немо. Немо. И пусть будет Рекс. Рекс, ты, я думаю, ты знал ответ. Теперь, смотрите, опять же перемена. И сейчас мы переходим к последнему уроку на сегодня. Да-да, сегодня день короткий, так как день знаний. Последний урок это будет физкультура. Вы можете спокойно отдохнуть, в общем, перед физкультурой. И мы потом выйдем на улицу, на нашу физкультурную площадку. В общем, как вы могли понять, как настоящие фортнайтеры, у нас будет настоящий фортнайтерский урок физкультуры. Один против одного, в общем. У нас остался Рексик и Немо. В вашем распоряжении будет пампа, золотая и миники. Давайте, билд файт. В общем, память у меня кончилась на телефоне. Ничего не снимает, но вы можете посмотреть, что Немо сражается с Рексиком. Тут вот просто физрая идет полным ходом. По итогу у нас выиграл Рексик. Вот этот замечательный чел. У него также есть ютуб-канал, он стримит. Ссылку я оставлю в описании, в общем. Ну а наше видео подошло к концу. Обязательно ставьте лайк, если вам понравилось. Я очень старался. Пишите в комментариях, продолжать ли мне подобный формат. Так как это первое подобное видео. Сделано оно не очень умело. Но если вам нравится, я готов дальше разбираться в творческом режиме. И почаще снимать такого рода видео с подписчиками. Ну а с вами был Матвей. Аста луэго. Ага, на канал зайти ко мне. И, ага, лайк ведет меня к мне.